Это подкаст «Семейный чат». Ведущие эксперты разбирают важные проблемы современных семей. Спонсор сезона онлайн-школа занятий с логопедом для детей «Новатор». Сегодня у нас вау, какая тема, мне кажется, это ответы на все ранее поставленные вопросы. Будем обсуждать здоровые отношения, что это такое и как их выстроить. Студия Red Barn сегодня. Юлия Островская, психолог, гештальтерапевт. И по совместительству как раз-таки семейный терапевт, терапия пары – это одно сейчас из моих любимых направлений. Меня зовут Денис Головко, и я счастлив в браке. Ну даже нет, не так, наверное. Я просто люблю жизнь во всех ее проявлениях и стараюсь найти во всем что-то новое. Слушайте, ну меня зовут Юлия Красникова. Сегодня буду задавать вопросы, выяснять, что такое вообще здоровые отношения, бывают ли они. И как сказала ранее Юлия, наш психолог, миф это или реальность? Будем разбираться. Что такое здоровые отношения в паре, Юль? Ты знаешь, мне пришлось даже погуглить, вот честно говоря, что такое здоровые отношения. Мы все о них говорим. Отношения в паре. Но что это такое? Кто их видел последние? Кто их последний видел? Здоровые отношения. Я знаю, где они. Такое интересное вообще, ну, да, словосочетание. Я думаю вообще, насколько это возможно. На сегодняшний день, зная много уже всего, и там на моей кушетке сидело довольно много пар, я сама была в отношениях и бываю периодически в них, ну, с разной периодичностью. Вот я не знаю, честно говоря, что такое здоровые отношения, друзья. Я хочу немножечко развеять. Я сегодня буду такой амбассадор реальности и буду развеивать миф про здоровые отношения. На самом деле они, конечно же, возможны. И это скукотище невероятное. Эти здоровые отношения. Это то, когда все проговаривается. Это когда оба, два независимых человека, взрослых. Осознанных. Осознанных. Это же жуть жуткая. Состоявшихся, развиваются, развиваются, конечно. Это же такой баланс близости и дистанции. И нам вместе хорошо, и отдельно хорошо. Ванильная ваниль такая сейчас просто идет. Нет, ванильная ваниль – это когда хорошо только вместе. А, вот так вот. А здоровые отношения – это когда вместе хорошо. Здоровые отношения – это когда ты… И отдельно хорошо. Когда ты 7 марта ушел, забухал и вернулся 9-го, и у вас все хорошо. Нет, это тоже… Нет? Это не здоровые? Нет, смотрите, если это обоговорено, что это как бы окей, да, то это здоровые отношения. Здоровые отношения – это то, где чего много чего проговаривается. Это вот мы садимся и говорим о том, слушай, вот ты понимаешь, ты снова… Мне нужно пространство. Да, мне нужно пространство. Ты снова не закрыл зубную пасту. Это меня триггерит и фрюстрирует, например. Вот. Он скажет, хорошо, дорогая, я закрою в следующий раз зубную пасту. Ну, это, наверное, это очень… Такое. Вечерно я об этом говорю. В Лувре такое хранится. Да, Юль, ты, знаешь, описываешь ситуацию. У меня сразу флешбеки такие из кинофильмов, когда вот такая пара, обычно она психолог, он ей все объясняет, она рассказывает, как должно быть счастливая семейная жизнь. И потом в следующей серии или через 10 минут мы видим, как он изменяет ей. Да, тогда… С ее мамой. Лучшей подругой или там клиенткой. Да, но тогда в здоровых отношениях еще, если уже в настоящих здоровых отношениях, должно быть место различным переживаниям и эмоциям. Вот, например, есть такое представление, что в здоровых отношениях нет конфликтов и нет ссор. Это фигня полная. Как раз-таки в здоровых отношениях должно быть место здоровой агрессии, потому что если ее не будет в отношениях, то она будет где-то в другом месте, так или иначе. Потому что это абсолютно естественная такая эмоция, нормальное чувство, мы на нарушении границ так реагируем. Да, там, агрессивно как-то. То есть я думаю, когда я говорю слово агрессивно, как люди меня слышат. Агрессивно я имею в виду, что когда я чувствую, что я злюсь на тебя, я могу сказать об этом. Эмоционально. Эмоционально как-то, да. Мне это не подходит, мне это не нравится, я злюсь. Зачем ты это снова сделаешь? Или что мы это делать, например, больше не будем? Ну как-то вот есть договоренность. Когда они нарушаются, то каждый из партнеров имеет там право сказать о том, что нарушено. Как в этих «Звездных войнах». Но помни, что гнев и страх ведут на темную сторону силы. Ты такой джедай, ну типа светлый, но иногда можешь быть и темным. Как погода меняется, ты же тоже меняешься. Мне кажется, знаешь, эта история, вот моя такая формула, я вот себе пытаюсь ее сформулировать. Здоровые отношения – это там, где компромисс присутствует в небольшом количестве. То есть ты не постоянно в компромиссе соглашаешься, а это ваши общие какие-то истории. То есть вы как-то вот совпадаете, вы точно так же можете быть в разных настроениях, в разных каких-то штуках. Но в целом, моя любимая фраза про культурный код, про общность интересов, они где-то вот там рядом. И при этом, наверное, нет какой-то пресности вот этих проговариваний. И наоборот, можно сказать, короче, слушай, там, я в шапке, условно говоря, что ты там мне рассказываешь, как жить, например. Наверное, так. А еще, знаешь, какая у меня мысль была? В период, когда у тебя вот произошел какой-то коннект с человеком, и тебе твоя природная химия, которая нафигачивает тебя всеми этими там окситоцинами и прочими там вот этими штуками, она позволяет, почему-то, любовь слепа, да, закрывать глаза на некие вот такие, вот может, это здоровые отношения, когда у тебя уровень всей химии превалирует над тем, что ты вот что-то потом, конечно, это потом вылезет, когда химия закончится и начнется рутина. Вот может, здоровые отношения это вот этот вот участочек? Нет. Отрезка нет? А почему нет? Нет. А потому что нет здоровых отношений. Потому что, чтобы были здоровые отношения, должны быть здоровые люди, которые в них вступают. А в нашей стране... Мама, мы все больны. А в нашей стране здоровых людей быть, ну, в принципе, не может. У нас там есть, если брать, там, три уровня организации психики, пограничные, психотические и невротические. Невротические – это нормальные люди, мы все, в принципе, пограничники. Учитывая там наш бэкграунд какой-то, наши роддома, наши довербальные травмы, у нас нет здоровых людей. Здоровые отношения могут быть только в том случае, когда, ну, по моему мнению, когда либо люди скомпенсированы хорошо психически, то есть психика скомпенсирована, либо они, ну, в длительной терапии, оба и уже по прошествии лет могут быть в этих отношениях. Вот до момента... Типа на опыте уже? Да, на опыте, потому что мы влюбляемся, смотрите, это вот чётко, мы влюбляемся, мы не потому, что это какой-то новый, самый необычный, интересный человек, а мы влюбляемся за счёт такого механизма припоминания. Мы всегда влюбляемся в то, что с нами уже когда-то происходило, происходило в детском возрасте. И у нас задача, вообще самая интересная задача, одна из первых задач, вообще быть в отношениях, это отыграть ту травматизацию, которую мы получили в отношениях со значимым взрослым. Поэтому вот так и мы выбираем все партнёра. И тогда мы там не строим здоровые отношения, мы отыгрываем старенькое. И вот поэтому первые отношения, они вообще такие самые-самые в этом смысле могут быть нездоровые. Слушайте, ну вот до момента, пока ты сказала, что здоровых отношений не существует, я думала, и хочу сказать свои какие-то наблюдения и выводы, чтобы я отнесла к приближенным здоровым отношениям, каким-то адекватным. Наверное, тот вариант, когда ты в паре, в коннекте с другим человеком умеешь сохранять себя, то есть свои влечения, свои интересы. Опять же, учитывая, ну, какие-то потребности другого человека, не все, а которые, ну, как-то вы обоюдно решили, что это важно для меня, хорошо, я принимаю, а это важно для тебя, я принимаю. Но далеко не всё, и всегда ты будешь, ну, за монету. Более того, вот эти разборы, аналитика, спокойное общение, оно тоже редко сочетается с естественностью. То есть иногда бывает порыв, что поговорить по душам. Действительно, можно открыться, но заканчивать каждый день вот этим кругом общения и высказываний, ну, специфически странная процедура. Ну, потому что иногда ты бываешь просто уставший, иногда ты реально бываешь такой вспыльчивый, эмоциональный, когда ты не можешь сказать спокойно и плавно, я хочу, чтобы ты сейчас приготовил ужин. Ну, это не обязательно. Ты можешь сказать, я есть хочу, что-нибудь понятно. И это нормально тоже, нормально. Если другой этого держивает, как бы он понимает, что пришёл человек, его партнёр, который там себя, может быть, неважное чувство, устал на работе, и понятно, почему он так реагирует, да, тогда это тоже здоровое отношение. А когда вот это другое, на эту твою реакцию, выдаст какую-то свою не очень здоровую реакцию, то всё, а то схлестнулись. Да, поэтому вот сохранить себя и при этом поймать гармонию друг с другом, то есть чтобы вы улавливали какие-то моменты, мне кажется, есть все шансы жить в таких более-менее адекватных отношениях, потому что тогда это тебя не утомляет. Быть идеальным или быть сдержанным, ну, когда-то тебя сорвёт, ну, мне кажется. Ну да, это как пружина, которую сжимаешь. Типа, я супер-жена, у меня всё приготовлено, убрано, я встретила, проанализировала, ещё что-то, и ты такой как бы понимаешь, что ты сдерживаешь, сдерживаешь, сдерживаешь. Если это не искренний порыв. Ну, тебе, может быть, хочется этого, но эмоций столько много в жизни человека, ну, всё равно, то есть, ну, как бы, что-то, ну, иногда можно сказать, что у меня нет настроения сейчас слушать. Ну, не могу. Вот. А ты такой, нет, я должен, даже сейчас я должен, когда я не хочу. Это не здоровое отношение, конечно. Да, тебя точно тогда взорвёт в какой-то момент. И вообще, знаете, мне кажется, когда человек говорит, что у нас здоровое отношение, это тот момент, когда у нас точно не здоровое отношение. Это как вопросу. умный человек никогда не скажет, что он умный. Вот нездоровые отношения, это про что? Нездоровые отношения, это большинство отношений в нашей стране среди людей, это отношения, ну, такие абьюзивные, отношения созависимые, это тоже, как бы, к абьюзивным можно отнести. Отношения... Контрзависимость. Ну, контрзависимость, контрзависимость ещё в отношения надо попасть, как бы. Там это такая интересная штучка. Созависимость. Созависимость, безусловно, когда у нас есть зависимый алкоголик, наркоман, игроман и созависимый. Или когда два созависимых друг с дружком, так встречается редко. Бывает один контрзависимый, другой созависимый. Ну, понимаете, это вот база такая. Ну, отношения нам, в принципе, для этого и, ну, как будто, вы понимаете, даны. Потому что, на самом деле, самая крепкая пара не те, которые прямо очень друг друга видят, понимают, а те, у которых травмы комплементарны. То есть травма одного, она как пазл заходит, да, совпадает с травмой другого человека детской. И тогда они будут очень долго, all очень долго вместе. Вот смотрите, возьмём опять абьюзивные отношения, да, и отношения зависимого к контрзависимому. Вот если взять абьюзивные отношения, сколько времени... Мы об этом, кстати, говорили как-то, помнишь? Ну, это же может быть вечно. Это вечно может. Это очень крепкая пара. Они прям пазлики такие сошлись? Да, это очень крепкая пара. Так же, как, например, да, алкоголик, какой-то зависимый наркоман и созависимый, это тоже очень крепкая пара. Очень крепкая. Там сложно это вообще разрушить. Я не существую до того момента, пока все обоих это устраивает. Ну, то есть у них сходятся и их предпочтения, интересы, правильно я понимаю? Ну, то, что я вот там культурный код называю. А другому важно, чтобы мы говорили, что делать. Конечно. Им комфортно друг с другом. А один такой гиперфункционал, который все делает, я вот это делаю, вот это, вот это, и, например, это женщина бывает, она будет все время пилить, что муж лежит на диване, ничего не делает. Но она делает так много, что ему место уже чего-то делать, но просто нет. Вот что не должно быть в здоровых отношениях? Вот как вам кажется? Чего быть там не должно? Мы так попроще сейчас делаем, что абьюзивный, неабьюзивный, контрацезависимый, зависимый. Фигня какая. Давайте просто. Чего быть не должно. Слишком много родителей, одних либо других. Безусловно. Загибаем пальцы. Я думаю, вот отсутствие ресурса, когда ты в общении с другим человеком понимаешь, что ты истощаешься, что ты постоянно входишь в какое-то депрессивное состояние. Ты имеешь в виду про партнера своего. Что его манипуляции не просто дополняют твою жизнь и, в принципе, всё ок, а когда ты понимаешь, что ты от этого страдаешь, то есть тебе плохо, то есть ты ищешь дальше где-то, где восполнить или кому обратиться, кому помочь. В общем, когда для комфортного существования тебе приходится выходить из этих отношений. Да, отлично, безусловно. Но, наверное, так. Да. Плюс тогда, когда там много вины кто-то испытывает постоянно, много какой-то обиды друг на друга непроговорённой, там точно будет насилие, безусловно, конечно, либо психологическое, психологическое, финансовое, физическое, любые виды насилия. Там будет такое вот понятие, как обесценивание. Да ты... Чё, тебе ничего не получится? Юль, ты чё? Ну, посмотри на себя. Желание улучшить другого. Вот это когда критика идёт, не знаю, внешнего вида, такая прям неприятная. Это точно не показатель здоровых отношений. Много контроля, когда это нездоровые отношения. Много необоснованной ревности. Это точно нездоровые отношения. А, ну это я уже говорила про финансовый, да, какой-то, про финансовый абьюз, когда кому-то нужно всё время выпрашивать там деньги у другого, если это как-то всё не проговорено, не договорено. И он испытывает плохие чувства, да, при этом. Да, и испытывает... Либо наоборот, когда слишком постоянно требуются деньги. Это тоже не самая здоровая граница. Вот. И это то место, где границы не описаны и не обозначены тогда в этой паре. Что можно, что нельзя. Когда вот есть такой перекос в каких-то обязанностях кто-то... Вот я считаю, что вообще когда жёсткое распределение ролей, это вот уже нездоровые отношения. Но такое моё личное мнение. Я согласен с тобой. Ну вот, допустим, я могу свой пример привести. Мне в кайф, я раньше просыпаюсь. Ну, просто физически раньше просыпаюсь. И я делаю завтрак с утра на семью. Ну, не на всю, потому что старший может и сам пожрать. Но при этом я хочу вкусный, красивый завтрак в выходные, который делает жена красиво, там, со всеми этими штуками. То есть пацанам каши сварить, лишницу я делаю. Она это время может потратить на то, чтобы побыть там чуть-чуть, поваляться там, проснуться спокойно. Ей ещё фигачить весь день. И вот это вот, мне кажется, как раз и определяет тот баланс. То есть не то, что мы так договорились. Мы как-то это вот поняли друг друга. Да, безусловно, ну, когда нет доверия в паре, когда вот нет вот этого ощущения безопасности в паре и в доме, да? Вот, безопасность. Вообще, мое любимое слово, это вот ощущение, что жопа прикрыта. Вот это должно быть в отношениях. То есть когда за дитя кто-то есть, всегда, безусловно. И что бы ни случилось где-то в этом мире, ты можешь прийти домой, и там будет твой человек, близкий, любимый, с которым можно будет об этом говорить. И вообще с которым можно о разном говорить. Я думаю, знаешь, как ещё можно сформулировать? Это отношения, в котором вот этот дом или этот фундамент строят с одинаковым вкладом в виде кирпичей. То есть оба вложили по кирпичу. Я согласна с тобой. Вот, но при этом они там и месили всё. То есть вот если есть этот баланс, и это не то, что проговорено, это вот как-то типа на интуитивном, что ли, уровне происходит, вот тогда можно назвать отношения здоровые. Иначе, мне кажется, это скатывается в какой-то компромисс. Типа, ну окей, я согласился. Или я согласилась. А потом это вылезет в виде этой пружины, что... Ну, значит, не согласилась. Да, но... Вот понимаешь, что тогда честно надо соглашаться или честно соглашаться. Да, точно. Честность. Вот честность. А что здесь нарисовано? Бабушка. Общение с детьми может быть очень забавным. Необходяется тратить время кликайте по ссылке в описании, чтобы пройти бесплатную диагностику. Здоровые отношения. Что значит вот эта гармония внутри пары, да? И потом ты перечисляешь вещи, которые не должны присутствовать, да? Вот эти распределения ролей, насилие, то-то-то-то-то, все, что ты озвучила, да? Я начинаю понимать, что понятия ними, здоровые отношения у меня лично в паре, да? Но я точно могу сказать, что они мне в кайф. И это взаимно. И тут начинаешь понимать, что как только детали по полочкам разгребаешь, кто какая роль. Вот Денис привел пример, да? Я тоже понимаю, у нас нет ролей. То есть если я сейчас озвучу, для многих сразу же какие-нибудь диагнозы поставят. Кто там подкаблучник, кто там манипулятор, кто еще что-то. Но я понимаю, что внутри это не так. То есть это просто удобное сосуществование. Нет обязанностей. У меня тоже муж, например, встает утром, отводит ребенка в школу, гладит ему рубашку. И при этом он не чувствует себя не мужчиной. Это просто взаимное уважение, потому что я, допустим, это нормально. Это нормально. Просыпаюсь ночью, поэтому какие завтраки, какое еще что-то. Им еще и влетит, если они меня разбудили. Ну потому что хочется выспаться. Да, понимаешь, никто никого не боится. Никому не нужно подрываться, потому что она жена, чтобы в 6 часов утра приготовить мужу завтрак. Потому что она хочет. Потому что ей это нужно, иначе он там какие-то санкции на нее наведет. Также заработки. Нету такого, что муж должен, муж обязан. Кого удачный проект, у кого круче контракт, туда и валиваемся всей семьей, потому что это общий доход, это общий. Но что действительно ключевое, нам в кайф. То есть я бегу с радостью, с восторгом, с любовью, представляю любые выходные, прямо вот их жду. И он так же. То есть, ну, это взаимно, я надеюсь. И все. И стираются все эти ограничения, рамки, установки. Потому что, я говорю, если пройти сейчас, не знаю, там, по нашему дню будет одна картинка и оценка наших отношений. Неделю, другая, месяц, год. И ты просто понимаешь, это настолько уникально, настолько вот, столько оттенков. Такие живые отношения. 150 оттенков вот этого серого, что как бы что-то выявить крайне сложно. Смотри, тогда ты говоришь очень классную вещь. И, наверное, она такая простая, кажется, философская, что здоровые отношения там, где по большей части хорошо. Вот там, а по большей части хорошо. Я думаю, зачем нужны отношения, если в них плохо? Для меня такой большой вопрос. Не, ну там какие-нибудь садамазы какие-нибудь. Это я понимаю. Когда плохо, это хорошо. Тогда мы говорим, правда, про какое-то, ну... А почему это нездоровое? Нездоровье. Нет, смотря... Если ты имеешь в виду сексуальную практику, это нормально. Если это осознанный процесс, который люди выносят, а если они садамаза разыгрывают друг другу в своей социальной жизни, один другого мочит, другой терпит, то это нездоровье. Давайте тогда про сексуальную жизнь. Нездоровые отношения, в которых нет секса. Согласен. В здоровых отношениях секс есть, в нездоровых их нет. Либо когда либидо партнеров не совпадают. Ну, тут же, знаешь, не совпадают либидо, это нельзя сказать нездоровые отношения. кто-то хочет утром, кто-то хочет вечером. Ну, и что? Об этом можно договориться. Можно встретиться днём? Ну, конечно, можно встретиться днём где-то на середине этого прекрасного моста. Можно найти себе время и место. Я не могу, так как я ещё занимаюсь плотно, да, вот этой социологической частью. Я просто понимаю историю про какую-то физиологию и не могу сказать, что... Слушайте, секс и отношения вот в паре, это вообще... Ну, секс должен быть. Это на одном уровне. Должен быть. Вот даже сказать... Подожди, из-за чего вообще отношения заводятся? Из-за секса? Ну, вообще отношения по-разному, смотри. Секс должен быть в отношениях, потому что это, ну, такое желание слиться с другим прекрасным существом, вообще в едином каком-то порыве и потоке. Но, смотрите, я знаю точно, что есть пары, которые сознательно выбирают не заниматься сексом в отношениях. Ну, сексуальная жизнь всех людей настолько разнообразна, что есть люди, которые выбирают не заниматься сексом. Они прекрасные партнёры, друзья, поддержка друг к другу. Ну, есть такое понятие. Нет, это индивидуальное направление. Мы к этому когда-нибудь все придём, к этой платонической любви. Хочется попозже всё зайти. На самом деле, ну, правда, наличие сексуальной жизни в паре — это про здоровье. Общаясь с очень пожилыми людьми, я понимаю, приходим мы туда не потому, что так надо, потому что здоровье иногда сдаёт сбои, не более того. Слушайте, ну, вот секс и отношения это прямо один уровень. Я могу сказать, это даже иногда такой градус, когда ты чувствуешь, если что-то понижается, надо проверить, что там недоговорено, не проговорено, потому что, ну, очень взаимосвязаны эти вещи, крайне взаимосвязаны. И к вопросу, что всё-таки эта метка отношений имеет место быть, у меня знакомая, которая говорит, слушай, у нас мы вообще перешли на новый уровень отношений, мы не сильно любим заниматься теперь сексом, мы там десятый год в браке, а вообще у меня муж выбирает массаж, чем, допустим, контакт, да, и через полгода они разводятся. То есть это, знаете, не то, что из-за этого, а это, соответственно, уровню развития, уровню состояния в паре, оно как отображение имеет место быть. Не у всех, но... Ой, слушайте, сколько я знаю таких прекрасных пар, они приходят, такие котики, у них конфликтов нет, у нас всё хорошо, у нас так всё хорошо, ну, вот, вообще, вообще всё хорошо, но вот секса нет. И они приходят конкретно про секс, а я-то понимаю, что дело-то не в сексе, сейчас будем копать в отношении. Конечно, туго бывает, туго получается, но я всё-таки хочу вот сейчас, может быть, слушателей наших призвать, ну, давайте не обманывать себя. Пожалуйста, если вы приходите с запросом про отсутствие секса, секс никак не отвязан от ваших отношений, ну, вот он никак. Потому что бывает, правда, потом выясняется, что кто-то там на кого-то долго-давно злится, не мог сказать, это всё копится, 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 и либидо пропадает. И приходит женщина и говорит, а у меня нет либидо, я не хочу своего мужа. А потом начинаешь выяснять, о том, ну, извините, там, пьёт, бьёт и вообще как-то обесценивает и не поддерживает. Я такая думаю, а с чего бы его тогда хотеть вообще? Чего это там? Вы считаете себя какой-то ненормальным своим? Как раз всё нормально. Странно было бы, если бы его в этой конфигурации это хотели. Вот тогда бы у меня вопросики было бы к вашему психическому здоровью. А так у вас нормально либидо работает? То есть его нет там, где его быть не должно. Видишь, это опять-таки вопрос про то, что в здоровых отношениях честность, это не только между партнёрами, да, это честность. Вот себе задай вопрос и ответь честно на него сам. Поэтому я же и сказала, что в здоровые отношения вступают здоровые люди. И, конечно, это вот мы когда говорили, да, попозже. И ты говорила про то, что это два человека, которые там... По кирпичику. Нет, Денис, ты бы говорила про эти кирпичики. Которые, я думаю, что они технически, финансово друг от друга не очень зависят. Они выбирают быть друг с другом не потому, что им плохо друг без друга, а потому что просто так интереснее жить, так интереснее эту жизнь проживать, вместе что-то делить, какие-то свои эмоции, переживания. Вот, ну, я не знаю, кто вообще до такого уровня когда-то дойдёт, но я надеюсь, что... Вот вы, друзья, я думаю, что где-то там. Я так смотрю на вас и радуюсь. Это интересный период. Это просто такое интересное путешествие. Получится, не получится. Но сказать сейчас, что будет через 5-10 лет, я вот понятия не имею. Мы до сих пор друг другом с мужем не поклялись в вечной любви. Хотя мы очень любим друг другу. Потому что здоровые люди. Ты просто понимаешь, ну, ты откуда знаешь, как оно всё... Ну, по-честному. Да. Вы знаете, я вам сейчас вот скажу, мы тут пытались тестово писать подкаст, ну, по принципу, вот, собирались 3 человека мужского рода племени. Одному типа 20, второму 30 и третьему 40. Ну, мы так пообщались, забавно и интересно было, как бы достаточно прикольно. Но я вот просто вспомнил, что вот себя я в этом возрасте беру и там вот туда переношу. Вот смог бы я с собой... Ну, какие-то, наверное, глубинные, базовые вещи мы бы обсудили со мной вот там 20-летним назад. Но вряд ли бы мы сошлись на тех историях опыта, который уже пройден. И поэтому фиг его знает. Действительно, ты очень права. Что будет с этим опытом через время? Как бы, ну, я знаю точно, что я всегда хотел от отношений, честно говорю, от отношений, которые выстраивались уже, ну, типа всерьез и надолго. Я хотел вначале трудностей. Вот я хотел трудностей. Вот мы пройдем с тобой трудности. Окей, камон, значит, мы с тобой вообще полетим. Ну, не всегда получалось. Практически никогда. А я понимаю, что, допустим, наши отношения держатся на постоянном развитии. Но что прикольно, ты же, когда развиваешься, ты же не знаешь, каким ты будешь через 5 лет. И получается, это всегда такая, знаете, лотерея. А отчасти легкий адреналин. Вот мы вместе в развитии находимся. То есть, ну, может быть, мы к чему-то придем, когда что-то потом не сойдется. Но пока на каждом периоде ты такой, о, опять. Опять сходимся, опять вместе, опять по пути. Такой, ну, погнали дальше. Ну, я же говорю, да. Главное, чтобы были какие-то вот общие, базовые, такие прям серьезные вещи. Любовь. Мне кажется, должна быть любовь. Вот вообще, ну, вот не химия, а когда ты правда любишь. Когда ты не составил список, он хороший, он порядочный, он состоятельный. А ты просто скажешь, да, я просто люблю. А потом можно строить. Любовь это про принятие? Любовь, я не знаю, это просто про энергию. Ты просто находишься в энергии этого человека, и тебе классно. То есть, ты вообще не разделяешь его привычки. Тебе раздражает его семейный уклад. Но вам классно вместе, и ты понимаешь, ну, ладно, это ничего страшного, у нас же своя семья. Это у тебя там было. Ну, и было. Ну, готов, готов. Потому что очень много изменений в отношениях, очень большой труд, работа, постоянный. Ты вот как на пороховой бочке, отчасти в приятном понимании пороховая бочка, но ты всегда на чеку. Что-то меняется, что-то изменяется, что-то узнаешь, например, да. Когда мы начали делать мужем ремонт, спустя 10 лет отношений, мы много что друг о друге узнали. Это новый период был, подход совершенно иной. Но ты любишь этого человека, и ты понимаешь, что не будет вот этот момент стоять выше вашей гармонии. Ну, не будет. Ты не поставишь. Не потому, что так надо. А если, мне кажется, ты понимаешь, что это для тебя важнее, чем взаимоотношения с этим человеком, ну, вот про это, про вот это чувство, на котором, мне кажется, все зыждется. Ну, да, мне так очень откликается. И вообще, знаешь, я думаю про то, что это такое, ну, априори позитивное отношение к человеку, по-доброму. Да, там можно злиться друг на друга, что-то выяснять, прояснять, но в сумме это все хорошее отношение к человеку, чтобы вот не было этого ощущения в постели с врагом. А если там возникает вот это соперничество какое-то, да, желание подколоть, желание уколоть, желание сделать побольнее, плюнуть, я не знаю, в чашку с кофе, ну, ребят, ну, конечно же, это нездоровые отношения. Воню первые полгода, я, знаете, что переживала? Я переживала, думаю, господи, я такая идеальная. Ну, нет. Потрясающе переживание. Он меня видит такой идеальной, а я не могу быть не идеальной, потому что он как муза вдохновляет меня на эти чувства. Мне не хочется быть вредной, мне не хочется быть, какой я бываю. Я думаю, он же не знает, какая я там в гневе, он же еще ни это не узнает. А вдруг он, ну вот, а ты ничего не можешь сделать. Ты настолько вот вдохновлен, воодушевленный вот в этих эмоциях, что тебе не хочется сейчас вредничать, претензии, еще что-то. И это к слову о том, что когда отношения на самой начальной стадии, прекраснейшей стадии, идеальнейшей, да, уже с вопросиками, проблемами, разделениями границ, думаешь, а может, оно и не стоит, если вначале все так сложно. Потому что, по идее, вот тут вот такой старт. Спасибо, Юль, что ты об этом говоришь. Спасибо. Потому что очень много людей заблуждаются, что вот вначале, ну вот отношения же это сложно. Они могут приходить ко мне через два месяца после начала отношений пары. Мне это очень удивляет. Они вот хотят, да, их как-то выстраивать, но на самом деле вот это первый этап романтической влюбленности, там химия делает свое дело. Страсть не требует никакого обслуживания. И правда, это желание показать себя с самой лучшей стороны, скрыть самые худшие, это абсолютно нормальный такой период. Это такая, знаете, как компьютерная, где турбокнопка, где типа разгонись. Да-да-да, это я за тебе. Организм такой, вперед, давай. Да-да-да-да. Может, все по-другому закончится. То есть, может быть, после этого турборазгона по-другому сложится. Но я про то, что вот если на этом уже пути, да-да-да-да-да, уже тут делать нечего тогда. Точно. Это место точно должно быть. Вообще меня пугают фразы, когда он хороший, он порядочный. О, это мое любимое. Уютный. Вот эта фраза еще. Нет, просто, как только ты начинаешь собирать критерии, вот вообще критерии, он подходит по моей идеальной картинке визуализации. Блондин, голубые глаза, 85, рыба по гороскопу. Ну, то есть... Да, да, прекрасно. Но здесь есть кое-какие прогнозы, то, скорее всего, послеождения первого ребенка секс в вашей жизни закончится этим человеком. Как бы вы как-то старались еще все это поднатягивать? Цель достигнута? Ну, не в том, что дело. Просто есть возможность какая-то терпения. Сначала, если мы что-то терпим, запах там, если он полежает за себя, за того брата, знаешь, ну, при этом человек уютный, нормально, то в какой-то момент это превращается просто в отвращение. А к этому моменту уже есть дети, там, ипотека и все остальное. Поэтому пропускать период романтической влюбленности нельзя. Это правда такой яркий, классный период. Это зал... Не знаешь, как будет дальше. Непонятно, что там всплывет. Ну, есть шанс. По крайней мере, в отношении есть шанс. Окей, первый период, нужно сразу же какой-то тест-драйв себе сделать, да? А если ты в процессе понимаешь нездоровые отношения, может, что-то поменялось, может, кризис не так пережили, можно и как-то исправить? Какие будут алгоритмы действий? Психолог. Смотря на улыбающиеся люди. Она же уже как-то рассказывала, что если они уже это почувствовали, да, и типа пришли ко мне, то, наверное, я буду вести их к медленному расставанию. Нет, я не так категорично. Первое, что нужно сделать в каждой паре, это вообще-то, чтобы оба увидели, что есть проблемы. И чтобы это была проблема ни одного человека. А это, знаете, так, проблема пары. Это часто, потому что люди, правда, приходят и высказывают, выскажут свои проблемы. Я говорю, а какая у вас проблема, как у пары? Вот как у пары. Мне нужен запрос, как у пары. И поэтому пара чувствует дискомфорт, уже какой-то уровень дистресса, непонятно, что происходит. Тогда кто-то берет на себя смелость и говорит, у нас вот происходит вот это. Или что происходит? Давай разбираться. Чтобы они увидели себя вот вместе, да? Видят ли они себя вместе? Да, но, к сожалению, бывает так, что для одного человека это проблема, а другой говорит, нет, все нормально, меня все устраивает, я пошел смотреть футбол. Это самое плохое. А вот расскажи, пожалуйста, такой маленький инсайт. Они начинают друг с другом ругаться в этот момент, наверное, нет? Не обязательно. Каждый, люди по-разному конфлицуют. Один смотрит на тебя, как тупой. Такой, ты что? Ты что, все нормально же? А тебя там разносят? Ты что? Ты что, у нас прекрасный секс, меня все устраивает. А то, что она там как-то терпит последние семь лет из последних сил, он даже и не замечал. И вдруг она нашла в себе силы сказать об этом, говорит, да не, у нас все хорошо. А тут еще и перед другим человеком, перед чужим. Что это я? Почему перед чужим? Ну хотя бы перед своим начать. Ладно уже там про чужого. Перед своим бы начать и сказать, что вот такая история. Опять-таки к честности. К честности, да, безусловно. А честность, честность такая интересная вещь. Когда пара долгоиграющая, да, и всплывают какие-то моменты, которые уже невыносимые, надо говорить честно, то когда говоришь честно, с этим надо что-то делать. Да. А уже дети, квартира, собаки и все такое. И становится так страшно, что лучше вот мы как жили, так и будем потихонечку поживать. А что? Так все делают. Так сковронешь что-нибудь. Бог терпел и нам велел. Самое мерзкое чувство. Страх. Вот, по-моему, это вообще то, что может... Страх и гордость может разрушить вообще все, что угодно. Вообще пофиг. Все. Да, если как бы люди... Ну, я так могу, правда, понять, но если люди... Мотивация быть в браке, это ужас какой-то там, ужас своего одиночества. Или ужас того, что сейчас будет происходить, или что подумают мама и папа, то вы так живете, поздравляю, вот такая у вас жизнь, вы ради этого находитесь в отношениях. Это же вот такая ситуация, когда иногда бывает супруга или супруг знают об измене, но не говорят ее для того, чтобы... Потому что как только это будет озвучено, им придется расстаться. Не обязательно даже расстаться, а просто ковырять все это. В их ситуации он понимает, что если он уже узнает, что ей или ему изменяют... Лед тронулся, господа присяжные. Да, получается, или ты будешь как терпила, и тебе придется дальше действовать, а ты не хочешь дальше действовать. Да-да-да-да-да. Это такой закон сохранения гомеостаза семейной системы. И семейная система... Мертвый такой, да? Семейная система будет сохранять гомеостаз всем зубами в него впиваясь. Но у живой семейной системы есть вторая способность. Развитие должно быть. Вот если нет развития... Либо гибкость, я думаю. Развитие, гибкость, да. Но вот интересно. Такие две тенденции у семейной системы. Сохранить как было и развиваться. И вот это баланс в этом должен быть постоянный. Вот это тоже часть здоровых отношений. Слушайте, по пункту, как выстроить условия для здоровых отношений. Я думаю, мы выявили какую-то позицию, что это успешный старт изначально. Ну, фундамент, на чём ты это делаешь. И далее это ваши взаимные отношения. Как вы общаетесь, как вы доверяете, как вы выстраиваете вот эти взаимодействия. Кризисы переходите, ещё там много чего интересного в этих парных отношениях. И есть ли алгоритм-то этих отношений? Я не нахожу ответа на этот вопрос. А его и нет. Сколько бы практические психологи не пытались писать в каких-то пабликах типа упомянутых сегодня, но нет. Потому что две разные личности с разными вообще процессами встречаются. Это всё очень живое такое. Отношения — это процесс. Вот что я хочу сказать. Это не что-то. Вот. Это процесс, это действие. Это деятельность какая-то. Мне кажется, вообще быть в отношениях, это большой труд, но это очень интересно. И мне кажется, что вступать в отношения надо тогда, когда ты так сам уже так довольно устойчив, и тебе хочется свою жизнь делить с другим таким же интересным, классным человеком. А я думаю, что любовь и отношения — это вообще глагол. Я согласна. Вообще, знаете, жизнь, любовь — это классный глагол тоже по одной простой причине. Оно же проявляется во всём. Оно проявляется в отношениях между родителями, темы, которые мы обсуждали, между партнёрами, детьми, друзьями, коллегами. То есть, ну, в зависимости от того, что внутри тебя, то транслируешь, и то окружение ты формируешь. А знаете, по теме, что такое здоровые отношения и какие условия их формирования, настолько это всё сложно и в то же время максимально просто быть здоровым, будут здоровые отношения. Есть проблемы, но, наверное, это стоит того, чтобы их изучать, разбирать. Останетесь ли вы в паре с тем человеком — нет, но, возможно, вы подарите более счастливую жизнь для себя. Ведь отправляясь в путешествие... Сейчас инсайт произвел. Здоровые отношения — это отношения, хорошие с самим собой, в первую очередь. Конечно. Всё начинается с себя. Да? Да, камон! Отличный институт. Так и есть. А на этом мы закончим. Да. Это классно. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok